Самая родная девочка во свете Стервом веки, да ну что? В юности артистка Юлия Проскурякова не могла назвать себя большой поклонницей Игоря Николаева, но символично, что когда Юлия была маленькой, именно плакат Николаева висел на стене в родительском доме. Смело ли Юля предположить, что однажды станет супругой и соратницей мэтра? Для Игоря Николаева брак с Юлией Проскуряковой стал третьим по счету и, по его словам, самым счастливым. Правда, некоторых поклонников поначалу смущал тот факт, что певица младше не только композитора на 22 года, но даже его старшей дочери. Мешала ли разница в возрасте по строению гармоничных отношений? С чем столкнулась Юлия Проскурякова после свадьбы с Игорем Николаевым? Случались ли в семье кризисы? Почему общий ребенок пары родился только через 5 лет после свадьбы? И отчего подписчики продолжают проводить параллели между Проскуряковой и певицей Наташей? Королевой. На все эти и многие другие вопросы отвечаем в нашем видео. Юлия Проскурякова больше 10 лет замужем за Николаевым. История Юлии берет начало в Екатеринбурге. Мама девочки трудилась инженером, а папа работал в прокуратуре, хотя был творческой личностью. В нулевых даже выпустил авторский сборник стихов. Талант имелся и у Проскуряковой. В детстве она выступала с ансамблем «Аленушка» и выигрывала музыкальные конкурсы. Интересно, что первый диплом в певческой карьере артистка получила за исполнение композиции «Фотография 9х12», написанной Игорем Николаевым. Целиком и полностью отдаваться творчеству Юля не спешила. Поступила в Уральскую государственную юридическую академию. Впрочем, и от конкурсов девушка не отказалась. Завоевала приз зрительских симпатий на «Голосе России» в 2000-м, попала на кастинг проектов «Стань звездой» и «Народный артист». Поговаривали, что в тот период исполнительница не добилась больших успехов, так как продюсеры искали исключительно певиц модельной внешности. Однако в дальнейшем небольшой рост перестал быть для Проскуряковой помехой в покорении музыкального Олимпа. На момент встречи с Проскуряковой у Игоря Николаева уже имелся внушительный багаж. В юности он женился на однокласснице Елене и в 18 стал отцом дочки Юлии. Брак рухнул, когда карьера мэтра начала набирать обороты. Наступила пора перебраться с Сахалина в Москву, а на горизонте возникла 16-летняя Наталья Порывай, которой впоследствии Игорь Николаев предложил взять псевдоним Наташа Королева. Из воспитанницы девушка вскоре превратилась в возлюбленную, невольно примерив на себя образ разлучницы. В 92-м влюбленные поженились, несмотря на осуждение окружающих. Разница в возрасте 13 лет между юной артисткой и состоявшимся композитором Игорем Николаевым многим казалась пропастью. Впрочем, люди склонны менять свое мнение. И через пару лет Дельфина-русалка уже превратились в глазах зрителей в идеальную пару. К огорчению поклонников, в 2001-м и этот брак мэтра распался. Спустя годы в окружении Николаева заговорили, что Королева попросту ему не подходила. Мол, супругам не о чем было говорить, да и по типу темперамента они не сочетались. Другое дело – спокойная, рассудительная и образованная Юлия Проскурякова. Судьбоносная встреча состоялась в концертном зале Екатеринбурга, куда Игорь Николаев приехал на гастроли. Подруга уговорила Юлию не только пойти на выступление, но и показать композитору авторскую песню «Птица». Приятельница фактически взяла Проскурякова на слабо, толкнув ее на разговор с мэтром у служебного входа. Не стоит думать, что музыкант мгновенно проникся чувствами к молодой исполнительнице. Однако напор и искренность Проскуряковой его впечатлили. В итоге Николаев пригласил девушку в свой номер, чтобы прослушать записи с ее диска. Приехала Юля все с той же подругой. Явиться к малознакомому мужчине одной казалось неприличным. Певица и композитор проговорили до 4 утра и расстались с ощущением, что знали друг друга полжизни. Юлия понимала, Игорь Николаев занятой человек, и думала, что на совете музыканта попробовать себя на новой волне, общение завершится. Все решил случай. Провалив предпоследний тур проекта «Народный артист», Проскурякова позвонила Николаеву, чтобы перед возвращением в Екатеринбург забрать диск с авторскими треками, который был у нее в единственном экземпляре. Мэтр эстрады пригласил девушку в ресторан со своими друзьями, и к концу вечера новые знакомые убедили ее остаться в Москве, где больше перспектив. В столице Юлия устроилась в юридическую фирму, а свободное время продолжала проводить в компании Игоря Юрьевича и его приятелей. Становилось очевидно, что между певицей и композитором взаимное притяжение. На сближение они долго не решались, но, а выйдя за рамки дружбы, предпочли скрыть отношения от окружающих. Правда вылезла наружу в 2008-м, когда на новой волне влюбленные исполнили композицию «Что-то в этом есть». Так как слухи о романе распространялись все стремительнее, через несколько месяцев артисты официально объявили себя парой в программе «Пусть говорят». Тут-то и началось испытание публичностью. Одни хейтеры рассуждали, что Юлия слишком молода для мэтра, другие, что Наташа Королева в роли пассии музыканта нравилась им больше. После свадьбы Юлии и Игоря Николаева окружающие заговорили о скором прибавлении в семье. Причем интересное положение певицы приписывали чуть ли не каждые пару месяцев в течение нескольких лет. Это немало огорчало Проскурякову, которая мечтала стать мамой, но поначалу подарить возлюбленному ребенка не получалось. Осенью 2013-го Юлия отправилась в Покровский женский монастырь, чтобы попросить помощи у Матроны Московской, а затем поехала с мужем в храм, где хранились мощи святых Петра и Февронии. Молитвы сработали, и в июне 2015-го Проскурякова появилась на звездной вечеринке с округлившимся животом. Оба мечтали о дочери, и Игорь Николаев уже знал, что даст девочке любимое им имя Вероника. Малышка родилась раньше срока, так что первые месяцы звездной маме пришлось поволноваться. Легкие ребенка не до конца раскрылись, проблемы со здоровьем отступили, и через пару лет девочка уже превратилась в звезду соцсетей. Подписчики внимательно следили за успехами Вероники. Наследница артистов с раннего возраста учила английский, проявляла интерес к большому теннису и к музыке. Большинству семья Проскуряковой и Николаева казалась идеальной. Супруги не скупились на признание в любви и подарки друг другу. Воспитывали очаровательную дочку, вместе творили, отдыхали и путешествовали. Откуда же тогда взялись слухи о грядущем разводе пары? В 2020 году появилась информация, что у Игоря Николаева есть новая муза, начинающая певица Наташа Беналекс, которой он якобы оказывает знаки внимания. К этим домыслам добавились и другие. Мол, у Юлии завелся некий ухажер, помоложе. В свете самоизоляции в пандемию, разрушивший не один звездный союз, слухи о кризисе в семье Проскуряковой и Николаева становились все навязчивее. Но домыслы не подтвердились. Николаев в семье прекрасно проводил время на карантине и в Москве, и в Подмосковье, и в Юрмале. Тем временем поклонники продолжали сравнивать Юлию с Наташей Королевой. Сравнивали и внешность, и наряды, и таланты певиц. Хотя союз Королевой и Николаева рухнул более 20 лет назад, у поклонников продолжают возникать вопросы о связи музыканта с бывшей супругой. Правда, адресуют эти вопросы чаще всего Проскуряковой. Порой замечания поклонников всерьез задевали чувства Юлии. Хейтеры заключили, что лучшие хиты Николаев сочинил в период брака с Королевой, а в союзе с Проскуряковой стал менее продуктивен. Став мамой, Юля не забросила творчество, а наоборот открыла для себя новые перспективы. Еще в 2013-м она дебютировала в кино в фильме «Провинциальная муза», а спустя 4 года поступила в ГИТИС. Зрители могли также видеть Юлию в небольшой роли друженицы в сериале «Чикатило», а затем услышать ее песню «Бессонница». Артистка работает над проектом «День отца», и поклонники уверены, что увидят еще не один фильм с участием звезды. 2023 год для Игоря Николаева стал тяжелым. Проблемы с сердцем у певца начались в 2021 году, тогда он перенес инфаркт. Спустя 2 года Николаева госпитализировали с тем же диагнозом, а потом провели операцию на сердце. Но боли в сердце вернулись. В сентябре Николаев был экстренно госпитализирован и перенес коронарное шунтирование. Теперь мэтру предстоит долгий период реабилитации, вернуться на сцену сразу не получится. Пока артист восстанавливает здоровье, впервые годовщину свадьбы супруги отмечали не вместе. У пары явно были планы на этот значимый для их отношений день. Но придется повременить с ними до полного выздоровления Игоря Николаева. Друзья, пишите комментарии, делитесь своими эмоциями и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok